Байкал Самое глубокое озеро на планете Малое море Это часть озера Байкал Отделенное от общей акватории Островом Ольхон На юго-западе Малое море связано с Байкалом Проливом Ольхонские ворота А к северо-западу от него Находится залив Мухор Место нашей рыбалки Дорога длиной в 250 км От Иркутска до залива Занимает около 3 часов Всем привет! Меня зовут Саша Володя! И мы находимся на озере Байкал В центре залива Мухор Сегодня наша первая подледная рыбалка И мы планируем поймать Настоящего байкальского окуня Я буду пользоваться подсказками Интернета А я буду пользоваться советами Бывалых рыбаков Ну что ж, поехали! Успехов нам! Толщина льда на Байкале В это время года Более метра И я пройду это расстояние Вручную А мне в рыбалке сегодня поможет Вячеслав Здравствуйте, Вячеслав! Расскажите, пожалуйста, немного о себе Как давно рыбачите? Тесно на подледную недавно уговорили Года три назад вот так подговорили Типа давай-давай-давай-давай Ну вроде как потихонечку-потихонечку зацепило Стало интересно Все равно зима у нас длинная Надо чем-то душу отводить А лето короткое всего 4 месяца Ну и поэтому и получается А подледной рыбалкой занимаетесь Именно здесь На заливе Мухор Это ваше любимое место? Ну как бы в основном да Потому что как бы с Иркутской Не сильно люблю Потому что Байкал больше нравится Своим как бы духом Там получается рыбалка Ради как бы рыбы Ну я не люблю ради рыбы рыбачить В Иркутске вы имеете в виду? Вообще Вообще, да? Вообще То есть чтобы там приехать Там наловить Ящик рыбы Там куль рыбы Как иногда показывают Куль рыбы наловить А зачем? То есть ее нужно наловить Сейчас покушать свежую Леско очищайте так Она тяжелая Руками просто? Вот прям вот Очищайте Вот таком образом А? Потому что она Немерзает Тяжелая становится И ничего не видно тогда Спасибо Спасибо Вы с семьей ездите отдыхать? Рыбачить? Весной, да Угу Потому что жена Она к рыбалке так Равнодушная Она в основном Рыба в приготовленном варианте А на коньках катается Я рыбу ловлю Да, кстати Здесь Байкал Этим и хорош Что для каждого Клена семьи Есть Определенное Занятие А почему именно Здесь разбили палатку Почему именно В этом месте Пробурили лунки Есть какой-то принцип? Принцип? Ну на Байкале Принцип сложно поймать Потому что Как бы здесь Ну вот какое Более общеизвестное Место По ловле рыбы По окуням Вот В принципе Окуня Вот такого Там можно поймать Везде В любом Месте Байкала Ну Хочется Более-менее Покрупнее Ловить Глубина лунки Оказалось Не менее Полутора метров Но с хорошим Наточенным буром У меня это Заняло Не более Двух минут Окушок должен Как бы Просто радовать То есть Рыба такая Чтобы Пришел домой Вот Приготовил ее Свежую Я не Из-за того Что рыбалки Как бы Давно уже Не могу Есть не свежую рыбу Вот Получается Лучше приехать Поймать Там Раз-два Накормить Лучше потом Еще раз Ездить Чем Просто Потом Я не люблю Заготовки Не люблю Фотографии Заготовки Когда сидит Там человек Ну допустим Полные Полные Санки Рыбы Потом Рыбы От таких До нормального Размера Зачем Может кому-то Конечно нравится Приятно Это Для меня Это чисто Мое мнение У меня душа Не любит Я лучше Там Одну Две Поймаю А остальное Отпущу Вот сидим С вами Рядом У вас Клюет У меня Нет Я Что-то Неправильно Делаю Ну Как будто Ну давай 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 Спасайся 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 Удочка Леска Мормышка Все Подбирается Все Подтачивается Подтопот Как вот Сам Сам Ощущаешь Как бы У вас Не знаю Кивок Может Жесткий Но видно Что жесткий То что Внизу Я не знаю Что состоит А чем Вы Какие Используете Как называется Не снасти А наживка Какая у вас Мотыль Мотыль Да А Парыш Не пользуетесь А парыш Он Окунь Опарыш И так Это Вот Оуу Какая у вас гирлянда С трудом Здесь что-то Поймаете Это Больше Настрой Вот Это Ближе К Хариусу Туда А это Не Окуневый Настрой Это Окунь Этого Боится Он Сумасшедший Будет Брать Который Слишком Слишком Голодный Он Тогда Возьмет Гирлянду А потому Что он Здесь Маленький Пугливый Зима Такая Что Рыба Ленивая И кислорода Не хватает Она зачастую Встанет И просто Смотрит Смотрит На Что Что Перед Болтается И потом Решит Брать или не брать когда она решит что это брать а когда перед ним большая мормышка висит и еще две там мухи запарышем само собой он боится он этого боится и начинает просто ничего не берет ну как бы вот а прикармливаете рыбу я никогда у зимой никогда ну это два метода рыбалки один метод это ставят палатку и начинают вокруг собирать рыбу то есть поставили там поставили грелку поставили печку поставить там стол расставили и так далее там ну мне кажется как бы это не и должны не спортивно не интересно это вот сесть спокойно разговаривать кому-то кто приезжает за разговором а так в основном приезжаешь начинаешь как бы искать что здесь нашел там нашел там половин то есть где-то натыкаешься на хороший размер то есть стоит допустим стая уже крупного окунь окунь потому что она более стаяная рыба где-то и они не смешиваются то есть нет такого что в стае много мелочи и таких столько же крупный то есть крупного кунесть есть вот он значит уже ловится то есть есть не мелкий тоже он так и будет вот таскать постоянно туда-сюда а какая оптимальная глубина для лову окунь на дне сейчас стоит я же зима то есть рыба она все-таки не глупая то есть ей наверху делать нечего потому что сверху никакой пищи нету вся пища на дне и поэтому получается что вот он клюк вытаскивать поменяемся сейчас минус 4 градуса светит солнце но дует очень сильный ветер и неприятно поэтому рыбачить на открытом воздухе довольно таки некомфортно я посмотрел в интернете и по рекомендации купил хорошую быстро возводимую палатку сейчас я буду ее ставить в итоге установка палатки на ветру первый раз у меня заняло 7 минут а сейчас мы приступаем к рыбной ловли на дно пускать понимаете начинаете не надо резко только аккуратненько он должен мягонько мягонько шевелиться вячеслав ну расскажите тогда своей снасти побольше какой кивок какой диаметр лески леска здесь 0,1 стоит на этой удочке мормышка мальфрамовая по 0,8 грамма кивок кивки сами делаете ну как бы магазинские они хорошие но уже просто интересно самому было сделать посмотреть получится не получится и как бы получилось и стало удобнее потому что в этом случае получается уже удочка делается она собралась вот если видите там на ней на кивке подписано громовка мормышки на которую рассчитана вот эта удочка то есть если допустим мормушка будет тяжелее грамм то это уже будет другая удочка или другую просто уже другой набор вот лески такая же останется но кивок поменяется и получается лежит допустим 5-6 удочек в наборе как бы все равно надо представлять хорошо что что там происходит то есть таковое сейчас идет имитация того что от 1 отошла какая-то вкусная вкусняшка для окуня и она пытается сбежать поэтому она начинает шевелиться и как бы посмотрите вниз и смотрите на движение кривка то есть она получается что внизу что-то пытается там активно шевелиться дергаться и кивочек вот он качается вот и получается что он обращает внимание что вот это что-то пытается двинуть у нас же ничего вот так вот не прыгает с없는 человека в живой природе до природе поэтому для него это как бы все равно поэтому вот именно вот такие мелкие движения вот они пришла это ниши где червячrence является падает это он и не поднимается то есть всплывает или начинает опускаться то есть вниз опускается то есть это сами уже опускаете то есть вот вот это вот движение она как раз имитирует что что то там живое начинает двигаться и пытается убежать вот она вот она вот он очень похоже это можно если учиться многие учатся в стакане ставят стакан и там начинают трясти смотри как это все трясется палатка установлена лунка пробурена и для более комфортных условий я приобрел газовую горелку 10 литров газа и теперь можно тепле половить рыбку смотрите если мы допустим бурим лунку и определяем что глубина допустим 4 метра этого достаточно для того чтобы поймать окунь достаточно а минимальная какая допустим как далеко нужно отъехать от берега чтобы место было оптимальным что там хотя бы было полметра воды полметра воды а там дальше будет рыба в этом месте не будет тут уже очень сложно сказать то есть я может просто а в то же самое время может что мне получилось ура ну на мушку взял так так это на самом деле моя первая рыба как ее снять хватаете рукой там за мушку и уже и по размерчик такой более-менее тебе нельзя так и смотрите вот у меня получается все нормально да и мне ничего дополнительного из наживки не нужно нет нет потому что здесь ему хватит как я прочитал в интернете для ловли окуня необходимо легкое удилище и леска толщиной 0 12 вячеслав какие виды рыб вы видели здесь на малом море в зимой 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 но основном окунь елец харюс не или церога но у нас тут в январе был веселый такой делом поймали сазана сами как говорится в шоке мы на него посмотрели вот потому что мы его посмотрели вон там он вот так вот уж он в лунку не пролазил ну и чё с ним ну попрощались дернули его он ушел маленький да это мать маленький он там иногда может там пять минут стоять сегодня на конце лески у меня одна увесистая мормышка диско шар две мормышки подбор мыша и одна простая мормышка а вы щуку говорили поймали недавно большая была грамм на 700 ну как бы для меня это удивительно обычно щука здесь но это больше летний и этого видишь добыть их с армия кто же самый более мелководные места глубоковато но в то же самое время она должна здесь стоять можно просто не умеем а любую рыбу можно ну после того как поймал отпустить либо нужно смотреть на повреждения и ей нет нет смысла дальше возвращаться в среду ну вот опять вопрос активности рыбы то есть рыба она пассивная она берет аккуратно там краешком губ и выплевывает то есть активный хищник то же самое летом он заглатывает так что там долетающие не до желудка проглатывает зимой такого нету вся рыба она очень аккуратно подсекается там под краешки губ ну я вот еще не натыкался на то что допустим поймал так заглотила так что нельзя было отпустить в качестве наживки у нас сегодня два вида опарыша красный и белый и мотыль а сейчас мы измерим глубину итак глубина у нас измерена и здесь не более четырех метров вячеслав вот сейчас ловите на мормышку клюет клюет относительно клюет мелочью там средненьким окуньком вот в каких случаях меняете наживку и если меняете то на какую и что может быть леску поменять сейчас допустим как у меня потолще хотя показывает практика толку куда не клюет начинаешь вы думать что делать то есть это или уменьшается размер лески уменьшается размер мормышки само особо параллельно дальше уже можно попытаться балансиром можем пытаться блесной привлечь но что блесна она более такая блестка и окунь все равно он любопытный он может подойти и стоять смотрите не брать потом лесной несколько раз покидал потом уже можно опустить мормышку она может уже рыбать хорошо клюнуть то есть вот такие уже как бы методы привлечения ну и если совсем уже не клюет тоже тут уже по настроению можно просто посидеть в потолок посмотреть а можно и уже брать бур и на другое место искать как я прочитал в интернете окунь реагирует на постукивание мормышкой по дну необходимо несколько раз стукнуть мормышкой по дну а потом ждать поклевки вячеслав а как за три года изменился уровень вашего мастерства в подлёдной рыбалке не сказать что это меня супер там какой-то мастер но есть некоторые моменты которые начал понимать который начал чувствовать до чувствовать что это вот так это так потому что с самого начала то что там уже радовался любой рыбки поимки а здесь уже хочется как бы крупную само собой вот уже начал свои ки самки в киточить чтобы интересно прикольно вот это уже рыбка это наш с вами первый улов вячеслав скажите а как подбирается кивок под мормышку ну как бы есть определенные как бы ощущение как он должен быть что от него хочется достигнуть то есть окуня на рыба такая довольно агрессивная в то же самое время сейчас аккуратно и то есть он резко хватает резко выплевывает он должен получается показать что он допустим мормышки коснулся и в это время нужно делать подсечку то есть если чуть-чуть продержали то он просто-напросто и выплюнул держал во рту и выплюнул потому что ему не понравилось там вот это ощущение металла внутри еще что-то ну что же вячеслав спасибо большое за уделенное время за переданный вами опыт и классно что все-таки наша диалоги о рыбалке закончились не только теоретическим материалом но еще и на практике удалось поймать мою первую рыбку и еще даже в дополнение к ней парочку спасибо пожалуйста подводя итог нашей поездки хочется отметить неважно приехал ты на малое море самостоятельно или в компании опытного рыбака улов и положительные эмоции вам гарантированны